Если брать в целом всю игру, то ее можно разделить на несколько этапов. Первый этап – это начало игры, втягивание. Ребята как-то, будем говорить, вошли очень, не тяжеловато, а с таким каким-то волнением. Хотя мы предупреждали, что вы можете играть, вы готовы. Но я думаю, все равно это психология каждого человека, и каждый по-разному ее воспринимает. Поэтому где-то первые 10-15 минут было волнение, потом адаптация к игре. И я думаю, что постепенно мы выровняли игру, в какой-то степени, может быть, и создали много моментов, но не реализовали. Поэтому есть над чем работать, и я думаю, что в таком темпе все-таки мы будем реализовывать те моменты, которые мы создали. Будем забивать голы. И самое главное – игра, она – это итог всей подготовки на сборах. Поэтому пока я доволен игрой команды, готовностью во всех компонентах. Это физическая готовность, техническая, тактическая. Есть небольшие шероховатости, но это все приходящее, и будем над этим работать. Сергей Владимирович, по лазарету, по новичкам, вот по вот этим вопросам. Ну, могу сказать, что сейчас мы уже подписали три контракта. Можно уже сказать фамилии. Это Кравчук Евгений, это Лесовой Максим и Иванов Егор. Есть еще ребята на просмотре, но по ним мы сделаем выводы уже чуть-чуть позже. По лазарету у нас на данный момент только Ливан Кашадзе травмирован. Вот, поэтому я думаю, что в ближайшее время все-таки мы выдержим то, что нам предписывает доктор. Еще дадим паузу ему, и в ближайших играх мы, я думаю, уже его увидим в игре. Мальчик 2000 года, перспективный, талантливый, будем говорить, футболист нашей школы. Мы обратили на него внимание, он работает сейчас с первой командой. Ну, и хотели его посвятить в большой футбол. Я, в принципе, доволен его действиями. Немножко он, как говорится, не то что испугался, а как-то неуверенно начал. Все-таки это еще не профессиональный его уровень. Но все оно приходящее. Все мы начинали с детского футбола и становились профессионалами. Я думаю, у него может быть большое будущее. Ну, и последнее, Сергей Владимирович, что дальше, какие действия у нас в команде, дальше что? Все тоже идет, как я и говорил, вторая часть подготовки. Это тренировки, это контрольные игры. И уже непосредственно к чемпионату больше будет уделено сопернику внимание, разбор соперника тактическим действиям. И сами уже игры чемпионата, которые уже будут давать нам результат. А какой результат, я надеюсь, он будет положительным. Ну, ближайшие товарищеские игры у нас. Да, 26-го мы играем с Ахтыркой здесь у нас на поле. 4-го числа запланирована также игра с Краматорском здесь у нас на поле. И мы планируем еще 9-го числа, но туда позже мы уже определимся с соперником и где будем играть. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...